Всем доброго времени суток! Приветствую вас на презентации первого циничного канала России. Канала, посвященному различным формам лжи. В частности, нас будут интересовать ложь, вранье, байда, туфта и фуфло. Идея канала возникла у меня еще в бытность мою студентам Богословского университета. Можно сказать, что творческий замысел подкинул мне один из моих однокашников. Не буду сейчас называть его имени, скажу лишь, что жил он в Кельне и живет, думаю. Может быть, увидит и узнает, и поймет. Это был человек, который не врал. Абсолютно. Вообще. Даже в мелочах. За счет чего выглядел человеком ненормальным. Но ненормальным он не был. А сама его жизнь показывала лишь, до какой степени завралось наше общество. Если даже будущее богословы. В принципе, на их фоне он был белой вороной. Итак. Мы рождаемся в лжи. В лжи живем. И в лжи помираем. Мы приходим в этот мир. И сразу же сталкиваемся с враньем. Кто-то сталкивается с ним еще до своего рождения. Вряд ли кто-то когда-то подобьет статистику, сколько людей родилось на свет благодаря умышленной порче изделия номер два одним из партнеров их родителей. Итак. Мы появляемся на свет зачастую не без взятки врачам роддома. И сразу же начинаем влочить свое лживое существование. Уже к детскому садику ребенок умеет врать. Врет он неискусно. Так, скажем, кустарно. Не помню, чтобы в детском саду дети догадывались до чего-то большего, чем на вопрос воспитателя «Зачем ты сломал игрушку?» Сказать «Так и было». Такая и была. Но уже к начальной школе навык растет. Помнится, где-то в четвертом-пятом классе ваш покорный слуга расписывался за любого учителя так, как он сам за себя бы не расписался в дневнике. Поэтому, когда такой дневник попадал на проверку преподавателю, он долго всматривался в свою роспись и как-то неуверенно даже говорил, я эту оценку не ставил. Предварительно он сверялся с журналом. То есть, по глазам было видно, что роспись уж больно похожая на оригинал его смущает. И надо сказать, расписывался я без образца перед глазами, по памяти, за любого предметника. Просто хопа и готово. Поэтому, утверждая в предыдущих сюжетах, что школа практически ничему не учит, я был немножко неправ. Одному она учится очень неплохо. Врать. Врать человек по выходу из школы умеет уже на очень хорошем уровне. Итак, мы попадаем во взрослую жизнь. И здесь начинаем врать еще активней. Если до момента, скажем так, зрелого возраста мы врали только для того, чтобы система от нас отвязалась, то теперь мы врем, чтобы от системы что-нибудь получить. И в частности, система не остается в долгу. Она активно врет нам. И получается, вся жизнь кто кого переврет. В результате, какую-то часть вранья мы перестаем замечать, считая ее нормой. Мы замечаем лишь грубую ложь. Наглую. Очевидную. Вряд ли кого-то смутит слово работника, опоздавшего на 15 минут на работу, о том, что он попал в пробку. Мы все понимаем, что он врет, разумеется. Но мы предпочитаем ему поверить. Условно говоря. Это же удовлетворительное объяснение. Значит, все нормально. Многим покажется маразмом взвешивать заводские упаковки товара в магазине, на которых написано 1 кг. А между тем, зайдите в любой магазин, возьмите любую упаковку с надписью 1 кг и поставьте на весы. В 9 из 10 20-30 грамм будет не хватать. Гарантирую. Даже весы магазина так не врут, как заводская упаковка. Практически везде недовес. Глобальный. Но такую ложь мы предпочитаем не замечать. Мы замечаем лишь либо наиболее грубую, либо выборочно. Иногда замечание лжи напоминает мне один случай из жизни. Как-то раз я ездил по городу на машине, за рулем которой был один очень пожилой и очень уважаемый человек. Он постоянно проезжал под кирпич. Он ездил по центру города, заезжал под кирпич. Я из уважения к его статусу никак не мог его водернуть. Не говорил, но в то же время понимал, что сейчас будет неприятная ситуация, полиция остановит. И вот в какой-то момент он увидел кирпич. Пятый или шестой по счету. То есть под пять он проехал, а шестой, допустим, увидел. Он сказал, надо же, кирпич. Ехать туда нельзя. Развернулся и поехал другой дорогой. Так же и ложь. То есть пять-шесть проходит, и что-то мы замечаем, и шарахаемся от конкретной лжи. Но, как правило, это все-таки ложь крупная. Дальше начинается совсем не веселая пора. Мы начинаем стареть. Подкрадывается старческий маразм. Старческий маразм на самом деле может стать настоящим бичом для человека. Мы банально можем забыть, что мы врали. Что мы врем. Наврал и забыл. И потом мы начнем путаться в показаниях, так сказать. В принципе, и цепкие умы иногда оказываются в таком неприятном положении. С ними случается такой конфуз. Забыл, что наврал. Наврал противоречиво. Но в старшем возрасте это действительно может стать настоящей проблемой на фоне старческой деменции. Итак, мы проживаем жизнь. Как правило, склеиваем ласты. Нас хоронят дороже официальных расценок. И о нас остается светлая память. О какой бы еще памяти остаться? Самое, что у нас светлое. Потому что о покойнике либо никак, либо хорошо. К слову сказать, это перевратая поговорка. Римская. Латинская. Которая звучала о покойнике либо ничего. Точнее, либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Но, тем не менее, переврали ее. Переврали совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть правды отрезали. А кому она нужна, эта правда? Да и кто знает, что такое правда? Кто знает, что такое истина? Вот Понтипилат, например, не знал. Но хотел узнать. Интересно, узнал или нет. Итак. Добро пожаловать на канал, посвященный лжи. Смотрите сюжеты. Кому интересно, подписывайтесь. До новых встреч.